всем привет вы на канале гараж 28 сегодня у нас будет небольшая сама девочка и так рассказываю суть проблемы те кто подписан на лайв канал на мой второй канал знают что там я выкладывал видео относительно своего компьютера с проблемой что у меня стоит китайская материнская плата проц 2689 xeon который при рендеринге на 16 ядрах умудряется ну просто превращаются в кипятильник несмотря на то что у меня стоит четыре боксовых кулера и я управлял все это дело вот этим реабасом все равно температуру скинуть я никак не мог покупная башня не справляется теплопакет башни около 100 ватт теплопакет проца больше 100 ватт где-то 105 или 115 я уже точно не помню и я нашел единственный верный выход поставить вот такой вентилятор тоже 120 размер вместо одного из вентиляторов с подсветочкой тихоходных я хочу поставить вот этот точнее сказать я даже его ставил он обдувает все прекрасно при этом он очень дико орёт и у него бешеные обороты плюс он у нас на 1 и 4 ампера я его называю полтора амперным проблема в чем казалось бы подключи его регулируй реабасом реабас сгорел от него от одного вот этого вентилятора он тупо сгорел он был подключен на первую секцию работы его на хватило буквально на пару монтажей то есть по сути ну около получаса может монтаж шоу второй третий раз и не вентилятор а именно реабас стал глючить на нем начали плавать обороты то есть транзистор начал или тиристор что там стоит начал выходить из строя и так сейчас проверим отдельно реабас вот у меня подключен для примера тихоходный вентилятор с подсветочкой реабас подключен питание подано сейчас у нас вентилятор номер один наверно подключил да вот видите обороты очень медленно он не выходит на 12 вольт теперь подключаем так оставим на максимуме подключаем к второй секции вторая секция еще целая но тоже когда я на нее вешаю 4 вентилятора по 0 2 ампера она тоже начинает глючить потому что на вторую секцию я тоже одно время подключал вот этот полтора амперный вентилятор так сейчас напомню реабас у нас на полную катушку включен как где у нас разъем от второго вентилятора вот он фан 2 сейчас он немножко быстрее крутится даже немножко слышно стало звук от вентилятора теперь посмотрим как он работает в штатном режиме вот появился звук он все-таки намного быстрее должен работать по ремонту этой приставочки 525 медиа дашборд то есть реабас возможно будет когда-то отдельное видео сейчас из-за того что она не регулирует обороты я ее считаю неисправны по сути она свою функцию не выполняет работает только usb 3.0 остальными портами я не пользуюсь иногда micro sd карту использую я сатой никогда не пользовался фронтальным аудио тоже и она у меня снята с компьютера и лежит здесь в ремонте возможно будем менять транзисторы так-то я и вскрывал а вроде ничего сложного нет единственно надо будет найти эти транзисторы или их не аналоги и попробовать переделать и теперь переходим к вентилятору который я хочу поставить этот вентилятор из делов ского или фьюлит пакетов ского компьютера и он создает очень большой поток в принципе я его могу использовать на 5 вольтах ли он на 5 вольтах работает вот давайте подключим сейчас на 5 вольт даже на 5 вольтах он создает хороший поток слышно как он гудит если его поставить прямо на радиатор процессора этого вентилятора вполне хватает но я хочу сделать его все-таки дополнительным а штатный вентилятор который стоит на башне оставить в обычном режиме работы теперь посмотрим как он работает на 12 вольтах он начинает уже сам себя поднимать то есть он создает такой поток что теряет вес по сути начинает чуть-чуть совсем но отталкиваться от поверхности когда первые разы я с ним экспериментировал я случайно когда он сорвался у меня скриптение попытался его поймать на ходу и казалось бы обычный пластик блин мне сорвало кожу на пасе я уже не помню на каком по моему вот на этом указатель я его начал ловить попал вентилятор пальцем и очень весело короче был так суть не в этом суть в том что я хочу все равно использовать его на 12 вольт но регулировать обороты посредством переменного резистора и сегодня мы будем собирать эту конструкцию также совсем недавно узнал что можно вообще всю эту канитель запускать от 7 вольт то есть здесь у нас общий плюс 5 и плюс 12 и между плюс пятым плюс 12 по идее потенциал всем вольт есть давайте проверим так оборот полярность плюс берем 12 вольтовый минус суем 5 вольт а нет такой вариант не прошел блок питания ушел в защиту хотя некоторые писали что этот вариант проходит и у меня на рабочем компе он прошел кстати я его под запускал от 7 вольт ладно перезапустим блок питания вентилятор так блок питания не запускается это весело у меня опять так скажем в прямом эфире что-то сгорело блок питания значит вышел из строя в общем совет который я прочитал в интернете который чудом у меня заработал не повторяйте и так далее по поводу схемы 1 попавшийся транзистор gt805a серьезно он первый попавшийся то что под руку попало проверял еще 903 бм в принципе почти на любом транзисторе можно собрать регулятор напряжения сейчас сейчас нарисую принципиальную схемку и мы соберем эту схему просто навесом так берем плюс минус 12 вольт там нифига не видно да ладно вешаем транзистор база у нас будет брать сигнал с переменного резистора который висит у нас непосредственно параллельно питанию здесь плюс здесь минус выходит так вот так более подробно здесь у нас коллектор накапливает база у нас управляет эмиттер у нас выдает вот это у нас транзистор это самая простая схема регулятора напряжения схема от которой я отталкивался в интернете было немножко другая здесь стоял еще один резистор 200-омный резистор был переменной на 1-3 килоома и стоял конденсатор по выходу напряжения соответственно там было что-то типа 220 микрофарад на 16 вольт вот этот резистор я выкинул сразу и этот конденсатор я выкинул сразу потому что они по сути мало влияют на схему опять же радиодетали у меня были те что я нашел по сути резистор переменной на 10 килоом не был и вот этот транзистор сейчас мы собираем ту же схему единственное пожелание у меня еще к этой схеме мне нужно сделать при 10 килоомном резисторе когда опускаешь резистор в ноль вентилятор полностью останавливаться я же хочу чтобы он у меня хоть немножко но вращался хотя бы там оборотов 400 500 ну или грубо говоря какие-то процентов 20 от полной мощности благо с сопротивлениями я могу экспериментировать у меня есть и 20 килоомники 10 килоомники и возможно даже одна килоомники я найду в общем появим схему и так сейчас воспроизвел первоначальную схему то есть на транзисторе и на резисторе без всяких конденсаторов и дополнительных резисторов вот схеме у нас получается переменная сопротивление между минусом плюсом питания так и есть управляющий контакт идет на базу управляющий на базу без резистора 12 вольт подается на коллектор коллектора являются корпусным эмиттер выходит на 12 вольт эмиттер выходит на 12 вольт это выход на вентилятор и общая масса минус точнее сказать проверяем включаем блок питания и начинается вращение убираем так у меня сейчас перевернуты получаются контакты то есть я вроде прибавлю убавляю но на деле прибавляю так сейчас полностью в ноль поставлен вентилятор стоит инерсия большая очень начинаем прибавлять приблизительно половину провернул и ничего не происходит дальше начинается старт то есть по сути наверное килом с 5 он стартует и мне очень не нравится слишком резкая регулировка получается то есть у нас минимум половину прибавили тишина потом прибавлям он резко начинает набирать обороты также полностью отсутствует холостой ход так скажем транзистор не греется и так есть предложение попробовать вместо 10 килоумного поставить 100 килоумный резистор посмотреть как будет происходить регулировка я думаю он будет намного хуже но тем не менее проверим и так вроде ничего не замыкает повторный пуск пока тишина больше половины и приблизительно на самом конце начинается реакция вентилятора ну что пробуем уменьшаем меньше 10 килоумом ищем сопротивление от главного инженера поступила идея полностью оборвать завязку на ноль давайте попробуем и так завязка на ноль убрана ничего не изменилось сейчас попробуем выкинуть этот резистор и поставить вообще 1 килоумный опять же без завязки на минус так это у нас было управлением это у нас плюсовая плюсовая у нас вот это так 1 килоум максимальное сопротивление выставляю проверяем пока тишина так не работает что-то я напутал на базу управления так взял не тот провод подключился к минусу исправляемся подключаемся к плюсу то есть никакого потенциала с резистора не выходила относительно базы сейчас все должно заработать запускаем пытается стартануть при минимальном рубом прибавляем никакой реакции почему иди должен срабатывать так нигде не потерялся вроде странно попробуем завяжем 0 обратно проверяем так пытается стартануть все нормально отрабатывает сейчас мысли такая что надо попробовать в минусовую в минусовое плечо резистора впаять еще один переменный резистор попробовать регулировать холостые обороты возьмем прямо так вставим еще одну десятку такой вот здоровый советский у меня ничего страшного думаю и так еще раз проверяем сейчас типа нулевое положение он стоит попробуем отрегулировать холостой ход не получается никак не реагирует убираем нулевое сопротивление полностью смотрим на реакцию получается что у нас получается что действительно регулировка идет где-то середины резистора и это десятка нужно действительно где-то что у нас там по номиналам 3 3 4 7 килоома где-то вот такие резисторы я сейчас конечно пороюсь поищу но быстрее всего я не найду такие и в плане холостого хода тоже надо разбираться возможно с более низкоомными резисторами получится все таки регулировка холостого хода здесь реакция получается очень резко на данном резисторе пошел искать и так за кадром осталось несколько еще разных вариаций пробовал еще одно сопротивление подключать последовательно на минус то есть как и планировал вот сюда ничего не получилось потом взял подстроечный резистор вот он это тоже 1 килоомный такой вот маленький тоже его сюда поставил в принципе с более-менее нормально но на самом минимальном значении получается казалось бы он вроде в ноль должен был выставлен но все равно вентилятор не стартует на двух проводном резисторе то есть если полностью отвязку сделать от минуса вот здесь убрать провод он стартует приблизительно с 5 вольт сейчас все покажу и так сейчас выставляем минимальное значение для наглядности подключил вольтметр чтобы можно было понять какое напряжение мы регулируем так тут бы ничего не замкнуть еще один нюанс несмотря на то что транзистор очень мощный он все равно блин греется надо что-то придумать с радиатором итак включаем вот стартанул с 5 вольт ну где-то на 6 выходит потому что на 5 вольтах он толком не расталкивается получается этот резистор идеален для этой схемы немножко слышно все-таки вращение но опять же это дополнительные они основной вентилятор будет основным вентилятором будет вентилятор который стоит на башне и нифига не справляется этот будет ему в помощь резистор или на заднюю или на переднюю панель вынесу возможно даже на боковую где сам вентилятор будет стоять потому что боковая панель у меня всегда повернута куда-то там в мою сторону недолго будет повернуть ручку так более-менее по звуку выставить вращение чтобы он и не орал на весь дом и охлаждал так сейчас минимальное значение сделаем вот так что было понятно да минимум прибавляем опять же вот этот диапазон почти нерегулируемый получается сейчас чуть больше 6 вольт 7 вольт его слышно уже очень сильно делаем 8 вольт и этого уже будет достаточно даже с лихвой особенность этого вентилятора в том что он очень большой поток создает то есть даже на 6 вольт нам грубо говоря питание он будет продувать системник очень хорошо единственно поток будет сразу рассеиваться вот об второй вентилятор частично его охлаждая частично разгоняясь по всему системнику поэтому я сделал не 5 вольт на и питание которого в принципе достаточно чтобы он запускался а немножко больше мне допустим надо 7 вольт дать все этого уже с лихвой будет мне достаточно полностью для охлаждения всего системника плюс напомню он встает у меня вместо пятого вентилятора есть еще четыре боксовых вентилятора которые со временем все равно будут работать от реабаза сейчас на небольших оборотах он не сильно нагрелся но все равно надо какую-то фигню придумать хоть немножко увеличивать площадь теплоотдачи сейчас все распаиваю и пробую собрать уже что-то более-менее сносно подходящие для установки в сам компьютер и так финальная версия транзистор размещен на радиаторе радиатор у нас каких-то полевиков из блока питания сгоревших родное крепление нашлось трехболтовое пока что висит просто на уголке это времянка под времянка потому что я не знаю когда я поставлю в корпус с какой стороны где будет находиться видеокарта мне надо будет подобрать определенный угол соответственно второй уголок у меня тоже будет запасе здесь еще запасной саморез мало ли ее все-таки поближе сюда пододвинуть за счет изменения схемы что мы отвязали переменный резистор от минуса получилось вообще весь блок у нас на двух проводах на входном плюсе и на выходном плюсе и на двух проводах у нас резистор то есть вообще минимальная схема минимальная конфигурация все получилось очень просто на самом деле намного проще чем предложена схема в интернете там была завязка на ноль было еще сопротивление между переменником и базой транзистора и электролитический конденсатор на выходе здесь все получилось гораздо проще вход выход и на резистор два контакта проверяем полностью перешел на интерфейс molex то есть у нас входной molex есть обычный 4 здесь ответный папа вставляем и выход является тоже molex здесь сейчас второй вентилятор подкинут просто для примера что я могу подключить остальные четыре вентилятора тоже к этой схеме потому что транзистор вытащит все вентиляторы которые есть компьютере и все вентиляторы у меня вот такими же molex они снабжены то есть и 3 пинка и 4 пинка и входная и выходная подключаем так провода убираем куда-нибудь подальше включил минимальные обороты вентиляторов не слышно радиатор специально закреплен чтобы сам же вентилятор охлаждал свой же транзистор и так минимальное значение ниже уже некуда чуть-чуть прибавляем процентов 30 чуть-чуть появился звук давайте на 50 обороты возросли в принципе мне думаю уже достаточно чтобы было вот этого потока но мы прибавляем еще больше еще и выводим на полный оборот под таким сильным потоком даже не под не под максимальным а грубо говоря на половине да у нас этот радиатор точно успеет охладиться от этого потока прежде чем транзистор его разогреет грубо говоря сама замкнутая такая система получилась ну и минимальное значение порядка 6 вольт наверное ну давайте видим ради эксперимента подоткнем сюда вольтметр почему-то вольтметр показывает вообще 38 вольта грубо говоря 4 мне кажется что сказывается длина вот этого управляющего провода потому что вентилятор не всегда запускается с полного минимума приходится небольшой рывок ему дать так прибавляем где-то процентов 30 за 4 вольта ушло так лампа зеркалит половина грубо говоря вот они 5 вольт процентов ну наверно 70 80 нет 77 вольт где-то три четверти 9 вольт как раз и максимум 10 вольт где-то есть потери быстрее всего небольшие но поток вообще сумасшедший а думаю вентилятор даже перебивает наверно мой голос и так прихожу домой ставлю на боковую крышку вентилятор к нему параллели все остальные вот еще один запасной самая рез для вентилятора еще одна запасная пластина на случай если его все-таки придется поперек поставить резистор уже с гаечкой выведу найду отверстие или просверлю как пойдет досмотрите видео до конца там будет быстрее все вставочка уже установленным дома вентилятором я с вами на этом прощаюсь спасибо за просмотр такая вот самодельная полностью схема получилась очень упрощенная мне понравилось кому было полезно видео ставьте лайки подписывайтесь на лайв канал на основной канал на инстаграм вступайте в нашу группу вконтакте пишите в комментариях свое мнение по поводу такой вот модернизации такого моддинга системного блока жмите колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики на канале будет еще впереди много интересного всем спасибо за просмотр всем вам всего самого наилучшего и всем пока даже телефон затрясло на штативе нормально при том что штатив вообще к потолку закреплен даже когда я хожу вокруг него он не потенциал кривой возможно для другого вентилятора менее так про 7 вольт вообще на хрен вырезать так стартуем заодно смотрим сразу по температурам также покажу мой регулятор скорости так запускаем рендер возможно кстати сейчас вообще все повиснет так видео идет полоса проект смотра тоже у меня работает итак температура загрузка процессора видно всеми ядрами пошла наверное процентов 80-90 температуры резко подскочили сейчас еще включим аиду для контроля заключаем окно теста стабильности системы но не запускаем сам тест то есть здесь графика у нас будут показывать все температуры лишние окошки убираем батарея как обычно садится так но параллельно пока идет рендер расскажу так температуры не особо хотят ползти наверно потому что у меня включены верхние вентиляторы еще сверху плюс вращается вентилятор на жесткий диск охлаждения и на самых минимальных оборотах работает полтора амперка и стандартная 120 к и так смотрим 63 61 62 градуса рендеринг я провожу приблизительно на половине оборотов в регуляторе выглядит это приблизительно вот так сразу поднимая совой температура пока 63 так и держится и допустим грубо говоря смотреть телевизор или заниматься другими делами уже при таком вое довольно некомфортно тем более лечь спать допустим так и так и так и так и Продолжение следует...